Здравствуйте, это канал Главные новости Казахстана. Казахстан ограничит въезд из нескольких стран из-за омикронштамма. Ограничительная мера вступит в силу 3 декабря. Власти Казахстана в целях недопущения появления в стране омикронштамма приняли решение ограничить въезд иностранцев из ряда стран. Об этом сообщил во вторник на заседании правительства первый вице-министр здравоохранения республики Марат Шаранов. Учитывая появление нового штамма омикрон, на межведомственной комиссии принято решение ввести с 3 декабря ограничительные меры, сказал он. С 3 декабря ограничить въезд в Казахстан иностранных граждан из Ботсваны, ЮАР, Лесота, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Малави, Мадагаскара, Исватини, Танзании и Гонконга. Ввести наличие обязательного ПЦР-теста независимо от вакцинации для лиц, прибывших из стран, где выявлены случаи КВИ, Израиль, Чехия, Нидерланды, Великобритания, Италии, Германия, Австралия, Канада. Лица, прибывшие из стран, где выявлены случаи КВИ, вызванные омикрон-штаммом независимо от результата ПЦР-теста должны сами изолироваться на 7 дней. Учитывая пассажиропоток с Египтом и выявление в Бельгии случаев КВИ, вызванного омикрон-штаммом, у лица, прибывшего из Египта, необходимо приостановить авиасообщение с Египтом, сказал Шаранов. Также он отметил, что в Казахстане необходимо продолжить секвенирование штаммов коронавирусной инфекции, циркулирующей в стране. Напомним, 24 ноября ученые выявили новый штамм коронавируса в южной части Африки, ЮАР и Ботсване. Ему присвоили греческую букву омикрон. Отмечается, что он может быть опаснее любых других разновидностей COVID-19, включая дельту. Новый штамм содержит 32 мутации, некоторые из которых указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. 26 ноября новый штамм коронавируса омикрон впервые обнаружили в Израиле у человека, вернувшегося из африканской страны Малави. Заразившийся был полностью вакцинирован. В ВОЗ заявили, что на изучение нового штамма коронавируса уйдут недели. Но уже сейчас эксперты предполагают, что омикрон может быть более устойчивым к вакцинам и быстрее распространяться. Между тем, по данным специалистов, существующие ПЦР-тесты способны распознавать этот штамм. Однако они считают, что омикрон может угрожать человечеству в той же степени, что и вирус Эбола. По предварительным данным ВОЗ, у перенесших коронавирус людей может быть повышенный риск заражения новым штаммом. Кто больше всего уязвим для нового штамма омикрон? К этому часу новый штамм выявлен не только на юге Африки, но и в Гонконге, Бельгии, Италии, Германии, Чехии, Швейцарии, Франции, Канаде, Нидерландах, Австралии, Британии. Страны Евросоюза договорились ввести ограничения на въезд из семи стран Южноафриканского региона. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк.